доброго времени дня кого как-то не знаю в общем всем привет всем здравствуйте видео коротенькая с не примером собственно это ответ ответ моему другу михаилу с рынка вот он знает был сегодня у нас с ним разговор вот так вот и более-менее полный постараюсь дать полный развертываемый такой ответ вот по его вопросу вопрос у него был такой он так скользенько то есть может быть это коснулось и его понятно каждый раз как бы не надо все это выливать всем да он вопрос такой дружище вот как ты считаешь человек работал его взяли на работу все работает человек отработал вот бац блин что-то штук 80 что ли ли там что-то или 90 что ли говорил вот 90 тысяч ну это в принципе где-то два месяца работы такой нормальной работы да хотя по разному бывает я беру тогда может быть одноразовая какая-то работа сделали дом там или что-то собственно работа речь шла таких суммах тут тут даже собственно уже не о суммах речь а самом вот этом подвохе который сейчас так часто бывает он практикуется кстати с 90-х годов ну так вот и вопросом как считаешь вот можно что-то предъявить то есть человек устраивался на работу вот его взяли ну то есть там пришел там иван иванович говорит ивану петровичу петрович возьми на работу тут блин нам такие мне специалисты нужны просто позарез вот все давай приступай все ну зарплате нормально да как ты примерно прикидываешь как было написано примерно такая ну человек без работы уже там взялся заработает бац блин проходит месяц погоди пока то есть известно сейчас берут с испытательным сроком да может месяц может два а может и три а потом это сплошь рядом везде происходит я сам на это попадал не раз и не потому что я блин круглый дурак а потому что это практикуется блин очень удобно то есть заявление пишешь заявление на работу к примеру она кладется блин стол человек работает отрабатывает месяц или два блин вот и могут слушать брат ну ты нормальный работник все дела нормально ну ты бишь но не подходишь то нам ты вот ну годы уже у тебя не те видим что ты не справляешься с работой но сам пойми тоже мы люди простые я вот вот понимаете а вопрос а деньги это как про тот анекдот я ступь немного так стороночку отступлю поручика жесткой от проститутки спускается вечером так по ступенькам она ему в окошко поручика жесткий а деньги а вот и мадам гусары денег не берут вот здесь примерно то же самое а деньги а деньги а где ваше заявление которое должно пойти непосредственно если ты контора какая бы она ни была договор должен обязательно составляться трудовой договор вот о чем идет речь остальное все это слова я мы сегодня тоже пример привел слова это ничего не значит ну в смысле в данное время да вот особенно что касаемо трудовых таких отношений да вы можете там поработать какого-нибудь там ну договорились там на шабашке там или где-то это частного порядка там это там немного другие дела то есть там по-мужицки сами разберетесь там все а когда вот непосредственно касается там каких-то организаций кидануть может могут легко просто как два пальца об асфальт у нас вот в 90-х в конце 90-х такая хрень была когда злк блин закрывался уже все уже завод не работал народ доринулся ну где-то надо на что-то семьи кормить на что-то жить вот такая хрень была сплошняком то есть электрик уходит блин я такую работу нашел недалеко блин все через месяц приходит такой будет мало того будет не то что это выкинули это вообще денег не вообще не заплатили хуже того еще на бабки ставят то есть вы там вы знаете чего типа того вот вы помните там какой-нибудь механизм чинили там и что-то сделали ведь вы не сделали а возможно даже из-за вас он дальше потом сломался мы же вам об этом не говорим а ведь можем вас и на счетчик поставить вот так что лучше давайте по хорошему да блин конечно там пацаны а в чем базар да ну вот ладно все и человек понимаете и ведь это один он против системы человек вот сколько таких случаев было и со мной я тоже попадал приходил вот когда было то два года назад даже не так давно что там 17 год то же самое устраивался в москве когда с кометы слетели нас выкинули с андрюхой со смен вот надо было на что-то жить блин я туда-сюда блин в одну шарагу всунулся слесарем все берем нормально блин нормально все давай блин такие специалисты нам нужны блин вот такая за херня заявление написал отработал месяц вот мне правда дали там чё-то какой-то аванс вот но там еще что там кормежка была давали талоны но правда эти талоны постам оказывается высчитали зарплаты ну собственно было отказаться и тормозок брать ну даже дело не в этом что было дальше проходит месяц дали мне там кик 3 копейки типа аванса вот я уж не помню прошло два с половиной года вот сущие копейки иначе это было начало где-то середина лета даже где-то было шеф слушай могут возьметесь другом говорит восемь теплоузлов сделать надо из них четыре больших надо будет там все трубы отдрать отодрать перебор задвижек замена задвижек ремонт покраска покраска суриком свинцовым корабельным почему-то краской были и все это надо было потом утеплить такой липкой херней такой пенопластовой ну многие знают да вот это блестящая пленка вот это работы кажется ерунда в общем мы там я жил там месяц прям в подвалах а жара стояла короче сделали мы эту работу и он говорит ну принципе как мы можем это тут раз бригаду нанять вот вот люди есть они год с удовольствием возьмутся вот это 200 что-то 10000 что-то игры двести десять тысяч это работ ну конечно тоже не к это копейки сущие для конторы с такой работой а чё нам мы по сотке да вот нормально в принципе да но пахалит как папа карлах в подвалах там по краска просто висела в воздухе блин вот при 30 градусной жаре блин вот и подходит дело вроде как к оплате человечек этот пропал мы в отдел кадров вот мол так и так а вы по причем здесь мы они у вас там договорные свои дела и вот и все кончилось тем что этот человечек пропал то ли столе в отпуск то ли он на дачу уехал не дозвониться обычно в таких конторах мы не знаем я не знаю это ваши дела вот договора не было а без договора нет разговора вот нынче на чем строится должно договор лучше всего юридически составленный что касается да да не забыл чем кончилось кончилось тем что я короче пошел увольняться нахер мне такой кидалово вот потом еще там работу перевели на 12 часов это вообще копейки и на 12 часов день ночь это вот пошли в кадрах оказывается мы в кадрах то я лично в кадрах нигде не числюсь заявление просто лежала в столе вот и все также потом было и по осени я в торговый центр устраивался тоже взяли отработал блин и просто с концами мое заявление как лежала на столе так и осталось понимаете я отработал неделю мне вот и вообще то есть я потом мужику этому позвонил я слушаю у тебя вообще не то что там совесть что там у тебя осталось и вы представляете он мне перевел тысячу рублей тысяча рублей я техником там работал я там работы сделал наверно то что они там все команды за месяц нахер как будто ждали вот такого дурачка который придет блять поменяет плитку там все переделает столярку задвижки отремонтирует насоса наладит кондиционером лид настроить вот и все ты еще мне переслал и до свидания и ведь это сплошь и рядом так что мишу вот тебе более менее понятно развернутый ответ то что ваших личных отношений касается там в принципе разобраться можно хотя лучше тоже если человек незнаком лучше постраховаться каким-нибудь договором слова здесь не катит потому что ну представьте себе примеру вы договорились объект сдан мужик нормальный мужик там не дай бог попал в аварию это все власть и склеил с кого деньги брать с жены там с родственников она готова мы это мне вообще ничего не касается вот это ваши дела и все остальные она будет права вот такие случаи тоже полно вот то есть это хотя бы обговорить потому что бывает что люди работают там месяцами были на объектами и еще должны остаются вот так что что касается непосредственно трудовых коллективов сейчас вроде как-то там по сразу составляют договор потому что прижимать начали вот но тем не менее лучше сразу все это обговаривать и спрашивать вот что чего какая зарплата еще раз потому что на бумаге что там написано в объявлениях это одно по факту ваше выполнение работ будет другое вам еще там навесят 10 на 10 человек работы что нет в объявлениях вот и просто он сказал не нравится уходи а ты отработал там сейчас они имеют право спокойно по закону как бы да по закону вы работаете по из ну испытательный срок вам дают еще раз говорю может месяц может два может быть сразу возьмут вот то здесь работаю в данном случае какая смена там 1000 рублей да то есть тут хошь не хошь блин как бы оплати вот а так лучше конечно сразу все это узнавать и проходить по официальному договору трудовому договору потому что коснись чего тоже с вами может быть всякая вот месяца не отработали не дай бог там какая травма на работе или еще что-то блин вот у вас хотя бы вы будете подстрахованы этим самым вот ну и все что с этим связано то есть у вас идет уже и отчет уже отчислений там пусть там пенсионку даже если это я считаю что это вообще туфта все это потому что я вот за 40 лет своей работы денег до сих пор найти не могу да на самом деле где ну я знаю что все своровано вот но тем не менее это все равно как бы можно из чего-то копать а тут и копать может быть нищего вот так что вот такой примерный ответ не знаю думаю доходчиво да и все объяснил вот то есть по отделам кадром если там нет если контора маленькая там конечно рога да все равно то есть чем-то надо себя там обезону то есть опять же тем же договором не на словах блин а пусть какую-нибудь на бумаге как раньше составлялся договор купли-продажи вот так составляет в трудовой договор я там вану фан иваныч там ты там устну можно даже оговорить все он подписал печать контора вам поставил все это будет считаться как уже документ что вы на работе то есть вы можете это предоставить а так на словах это не что это у нормальных у нормальных людей сейчас отношения да вот нормальных где никто ни катя не кинет да вот такого так мы раньше и жили принципе всегда так было никто никого не кидал не обманывал вот это было нормально вот эти отношения были нормальными человеческими это было просто западло блин вот тем более еще в таком вот вот таким образом будет обманывать за это вообще можно было спросить конкретно вот ну тогда это тогда тогда это был советский союз вот а так между людьми вот я все объяснил да то есть даже если человек вы знаете может всякой быть случится даже то что он сам не знает то есть две сто процентов вам никто ничего не даст а подстраховаться договором даже просто расписали если объект делается там две недели к примеру или два месяца вот можно оговорить это и в этом же самом договоре одноразовом даже договоре можно это прописать то есть вы сделали половину то есть до того вы получаете деньги до типа аванса закрываете объект получаете все остальное вот а не нравится значит уже здесь подвох понимаете или же приступаете к работе бывает что дают аванс тесно поддержку штанов то есть ну да как бы это нормально да люди приступили к работе нужно там учета кормиться что-то там семьям да там все такое чтобы деньги на карманные деньги вот и заинтересованность людей но потом может быть получиться так что эти деньги были все на все которые были вы смогли получить вот то есть вот это опять же надо оговаривать или предоплата такая-то сделали там пол работы там там будет 50 процентов остальное там по окончании работ вот ясно ясно но думаю все понятно а по организациям да сейчас вроде стал как-то стали они побаиваться таким баловаться вот хотя есть конечно есть вот все это вся эта мухля на на построена на испытательном сроке по закону как бы ну что всех благ все самое лучше вам всем кто смотрел может быть тоже будет полезно хотя и так уже все все знают многие это проходили на своей шкуре и не только через людей ну и через все остальные другие организации вот что касается банков и кредитов и все остальное вот вроде бы все на бумаге написано ясно все понятно да да оказывается там подводных камней больше чем блин которые лежат снаружи вот людям нужны деньги другие обстоятельства там подписывают о рады а потом получается что такой блудняк попали вот но эта тема уже совсем другого разговора всем до свидания всех благ благ